это друзья я снимаю палеточку до момента свочей потому что потом я залезу туда своими пальцами и эта красота неимоверная будет нарушена друзья всех приветствую сегодня мне будет распаковочкой первое впечатление от моей покупочки из эльдоботе и это будут не духи немножко пошуршим на подарок мне положили мисс диор кстати вот это мисс диор мне по-моему даже вроде симпатично так подарок мне шел именно потому что я заказала палетку от худо бьюти я понимаю это не новинки но и мне в подарок положили тональный тинт на самом деле таких продуктов я еще не пробовала не использовала тинты я на самом деле пользуюсь если говорить про тональные крема у меня тут кстати как раз под рукой я обожаю флюид от филорги спф-30 у него кстати мне очень нравится это тональное покрытие вот худо бьюти я не пробовала кстати запакуем я потом как-нибудь попробую расскажу вам у меня от худо бьюти были только хайлайтеры набор хайлайтеров и есть жидкие помады мне в принципе они симпатичны тени кстати это мне тоже первые так и еще мне на подарок положили еще одна тональная основа от мейкап форелла ну на самом деле тоже интересно попробовать хотя на самом деле филоргу мне еще пока по моим впечатлениям никто не перебил так теперь вернемся к нашему основному герою и это палеточка вот она идет в таком пластиковым пластиковой коробочке что кстати мне довольно симпатично говорил это будут мои первые тени от хода бьюти мне вообще на самом деле очень нравится палетки от наташи днона для меня это просто сверхсовершенство на самом деле так но в целом мне кажется что это что-то бумажное наклеенная на пластиковую коробочку в целом выглядит неплохо называется это кстати нюдовая палетка но это какой-то блин как же это слово переводится знание моего английского оставляет желать лучшего так нытьев непослушный непослушный нют так давайте откроем эту красоту неимоверную как бы еще понять как она открывается о боже как же тут все красиво ну на самом деле ну во первых мне очень интересно попробовать вот этот оттенок я сейчас попробую приблизить это что такое знаете как же про него многие говорят что это напоминает зернышки граната личинки насекомых причем я у некоторых блогеров слышала что сами тени зависит от того насколько вам повезет как попадет смешание к вам то есть потому что вот вот этот оттенок вот этот оттенок вот этот оттенок и вот этот оттенок если вы можете заметить они как бы имеют смесь и все зависит насколько там у вас больше темного или светлого пигмента и от того как бы и как это выражает ваше предпочтение то есть есть для вас получается есть какой-то момент везучести и невезучести я честно говоря абсолютно в этом не разбираюсь поэтому мне пока чисто визуально судя по тому как я просто визуал мне пока все очень даже нравится вот про этот оттенок тоже говорят что он бесполезный что вы никуда нельзя использовать что он подходит что-то наподобие напоминает блеск для губ как вы можете видеть вот я вот еще туда пальцем не залазила у меня здесь какое-то равнозначное наверное количество шариков как розовых так и более таких гранатовых я бы сказала вот так то причем у меня вот этой прозрачной желейной текстуры как бы я бы не сказала что и тут очень много то есть шарики занимают довольно внушительное пространство наверно мне надо сфотографировать эту палетку до того как я начну ее свочить поэтому я немножко отключаюсь так друзья ну возвращаемся на самом деле так что здесь у нас кстати по весу так пока я не особо это здесь вижу вообще здесь 16 и 8 десятых грамма а тени здесь у нас 18 штук поэтому меньше грамма содержит каждый грейфил как я понимаю так ну давайте друзья наверное начнем всю эту красоту свочить на руках я предлагаю начать на самом деле с матовых оттенков и здесь у нас 1 2 3 4 5 6 7 8 и мне кажется вот этот оттенок если я не ошибаюсь hard который называется тоже матовый поэтому наверно в сухом остатке получается 9 матовых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 матовых вот эти мне очень интересно посвочить и очень красивые клиторные оттенки ну или не знаю блестяшки я честно говоря абсолютно не разбираюсь формулах тени не знаю какие они там бывают я все по ощущениям на пальцах рассуждаю так и интересно конечно попробовать и этот оттенок слипери ну мне лично он никакого отвращения не вызывает никакие яйца но мне на самом деле насекомых не напоминает мне даже больше он напоминает какой-то желе зернышками какой-то десерт не знаю выглядит довольно приятно так ну ладно друзья давайте начнем на самом деле с матовых и попробуем кстати как они еще наносятся кистью кисти немножко грязные но может быть все таки у нас с вами что-то получится так вначале будем наносить пальцем так друзья мне надо взять салфетку важно у меня здесь как раз имеется потому что тени 9 а пальцев на руке всего лишь 5 мне не хватит так ну давайте наверное начнем с более темных оттенков вот этот оттенок спайси мне кажется он здесь самый темный очень них такая приятная шелковистая текстура и он очень хорошо тушуется даже с помощью пальчика так следующий по темноте это антенет не знаю что я произношу или нет у них очень приятная шелковистая текстура прямо у всех пока мне кажется при ближайшем рассмотрении эти оттенки даже чем-то похоже только здесь больше бордовинки я бы сказала так следующий именно вот непослушный я так понимаю в нем еще больше красного такого подтона хотя ну вот на камере это не очень видно вживую вот в этих двух оттенках прослеживается такая розовинка так следующий оттенок это давайте попробуем ружь такой приятно мне кажется его вполне можно будет использовать в качестве растушевочного оттенка но хотя он такой темного стенки на самом деле и давайте попробуем джуси то что к имеет приятный цвет я стараюсь набирать чуть немножко потому что я уже слышала о том что они довольно такие их легко набрать но вот в нем больше такого розового вот в этом больше бежевого вот в этом мне кажется он такой с розовым таким подтоном но тоже очень хорошо тушуется так теперь надо немножко почистить возвращаемся еще бежевым тенем это вот ройс тоже очень хорошо тушуется но он тоже такой какой то знаете уже такой более кирпичный на мой взгляд гипнотик вот в рефиле по крайней мере гипнотик мне очень нравится мне кажется его можно будет спокойно использовать под базу он даже напоминает какой-то оттенок у наташи дэнона который вот ну хотя он наверное все таки даже немножко все таки пояшки в нем тоже есть какая-то вот эта розовинка и вот последний у нас ну два у нас осталось у нас еще осталось с вами вот этот розовый хотя он кажется таким довольно пастельным и неярким но думаю почему то что он будет довольно ярким ну да он такой знаете такой прямо розовый розовый такой не знаю наверное для розового настроения подойдет и вот этот интересный оттенок который вот такой двух и в нем и бежевая что-то коричневая есть естественно будет зависеть от того как это все набирается вот он кстати такой довольно приятный мне кажется у него тоже можно будет его использовать как растушевочный очень хорошо тушуется вот такие матовые оттенки давайте попробуем их нанести кистью так 1 это вот спаси и вот рядышком его буду наносить он очень пигментированный и очень хорошо наносится да зря наверное я начала именно с него потому что кисточка сейчас заляпается ее придется чуть-чуть почистить давайте начнем все таки наверное со светлых так розовый ну что с пальцем что кистью она наносится довольно похоже причем знаете я буквально задеваю кисточкой еле-еле и как вы видите вот он прямо пигмента очень насыщенный кажется джуси кистью прямо очень хорошо набирается да уж Наверное, вот этот Вот этот оттенок Очень хорошо тушуется Тоже, надеюсь, будут наносить сами себя Так, это уже пошли у нас более Давайте вот это еще попробуем Который смесь Так, и осталось у нас Вот этот оттенок Такой, который более такой бордовый Ну, очень яркий для меня Посмотрите, какой яркий Антемат Очень яркий И последний Который посвящен названию Палетки Для меня тоже очень яркий Ну, буквально его набирать Надо совсем чуть-чуть Так, вот такая матовая гамма У меня получилось Ну, мне кажется, вполне такая интересная Можно будет интересно С ними поиграться Сейчас приступим К затесту блестяшек Теперь, друзья, приступим К блестяшкам Наверное, буду наносить их пальцем Потому что, в принципе, многие блогеры Рекомендуют их наносить Больше пальцем Хотя, на глазах Конечно, нанесение пальцем Это куда более сложная задача Чем нанесение пальцем на руку Так, ну давайте приступим Наверное, также пойдем Ну, давайте начнем Наверное, с самого интересного Это вот с этих трех Таких дуахромных сияшек Мне потому что Очень интересно, на самом деле, их попробовать Видео, наверное, получится очень длинным Поэтому прошу заранее прощения Но мне очень хочется Познакомиться с палеткой Так, ну давайте вот начнем Вот с этого красивого синего Посмотрите, как он красиво дуахромит Но почему-то как бы на камеру Вот этот синий отлив Он здесь не очень виден Потому что вживую Он смотрится С большим таким синим отливом Хотя, не знаю Как бы не напоминал бы Заживляющий Проходящий синяк Но сразу скажу, что на камере А вот этот синий Ну, хотя сейчас подождите Давайте попробуем Нет, все равно он не передает Вот это ощущение Синего-розового Который есть вот в реальной жизни здесь Вот он мне кажется Реально Больше каким-то таким коричневым Так, давайте вот этот попробуем Ой, посмотрите, какой красивый Какой-то такой, знаете, благородный, золотой Вот это очень-очень нежный Не знаю Я люблю такие сияшки Мне нравятся Такие нежно-золотые Хотя, мне кажется Они, конечно, больше выигрывают Вот именно в каком-то таком, знаете Сейчас попробую подсветить В таком, знаете В неестественном свете Потому что сейчас я снимаю При дневном освещении Естественном дневном освещении И мне кажется Эта красота не так передается Хотя Хотя Именно при естественном дневном освещении Очень красиво Я бы сказала, что здесь какие-то Вкрапления И золотых И бледно-розовых Блесточек присутствуют Причем розовые Мне так кажется Что и здесь Несколько видов Хотя, может быть Мне только кажется Так И вот этот оттенок Тоже очень интересен Тоже красиво набирается Конечно Но, наверное, будет ярким Хотя Посмотрите Какой он Какой он Все-таки полупрозрачный И тоже в нем Знаете Такие Он Розовая основа С розовыми блесками То есть Вот это Единственный Дуахром Он такой Знаете Отливает Лилово Синим Розовым А вот Это просто Мне кажется Блески На какой-то Основе По-другому Я как бы Не назвала их Но пока Меня больше всех Впечатлил Вот именно Вот этот оттенок Вот этот оттенок Меня впечатлил Больше всех Потому что Он именно Как-то красиво Дуахромит Так Ну давайте Приступим Наверное К сияшкам Давайте С более ярких Начнем Дизайя Дизайя Так Аккуратно Потому что Вот именно Про них Я слышала Что Они Могут Прямо Набраться Так Резко На пальце Что ж Так Давай Фокусируйся Посмотрите Как красиво Очень имеет Такую Приятную Текстуру Но он Опять же Какой-то Красненький Я вот Не знаю На самом деле Будет ли Эта Палетка Придавать Какой-то Так Вы знаете Красный Тон Глазам Как бы Они не Выглядели Больными Так Вот этот Интересный Розовый Он Прямо Знаете Какой-то Розово Сиреневый Так Давайте Сразу Наберу Несколько Вот Этот Тон Очень Интересен Такой Красивый Розовый Давайте Тут Еще Коричневый И Вот Этот Золотой Вы Посмотрите Какая Красота Я Не знаю Мне Так Лично Очень Нравится Конечно Я не знаю Куда Такое Носить Но Опять Мне Кажется Если Их Растушевывать Как Вы Видите Как Они Быстро Все Хорошо Разносятся И Очень Хорошо Кстати Отдает Пигмент И Мне Кажется Посмотрите Как Вот Оно Смотрится И Вот Его Реально Можно Прямо Вот Так Растушевать И Он Уже Будет Знаете Таким Полупрозрачным Я Честно Говоря Запуталась Где У Меня Был Золотой Так Ну Не знаю По Мне Очень Красиво Так Что Же У нас Здесь Еще Осталось Как Немножко Я Запуталась Ну Вроде Мы Попробовали Все Оттенки За Исключением Вот Этого Странного Сейчас Я Расскажу Что Я Ощущаю Относительно Него Так Ну Он Вот Прямо Какой То Прямо Липкий У У Немножие Пальцы Конечно Мне Кстати Очень Интересно Будет Ли Разница Вот Здесь У Меня В Уголочке Больше Таких Знаете Лиловых Шариков А Вот В Этому Уголочке У Меня Больше Розовых Шариков Я У Я У Знаю Сюда Нанесем По Текстуре Он Как Бальзам И Честно Говоря Вообще Шарики Мне Кажется У Меня Вообще Не Зацепились Как Будто Я Базельничком Намазала Вроде Ничем Не Пахнет Хочу Где Бледно Может Конечно Туда Надавить Посильнее Давайте Надавим Посильнее Ой Ой Ноготь 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 Зацепил Зацепил Так Ну Конечно У нем Есть Блески Ну Честно Говоря Я Что-то Не Очень Поняла Вообще Вообще Не Поняла Смысловую Нагружку Этого Чуда А Пахнет Он Знаете Чем-то Химическим Такой Знаете Как будто Глицерином Что-ли Что-то Напоминает Глицериновый Запах Какой-то Интересно Ладно Давайте Попробуем Кисточкой Что-ли Набрать Что-то Как-то Оно Вообще Никак Не Берется Не Ну Вот Тут Вот Например Шарик Раскрошился Посмотрите Я его Смогла Кисточкой Проткнуть Вот Кисточка У меня Набралось Ну Ну Я Не Знаю Что Он Дает Во-первых Он Не Очень Так Уж Сияет Потому Что Вот Эти Сияшки Которые Здесь Находятся Я Понимаю Что Камера Наверное Не Очень Передает Очень Сияние Но Мне Они Визуально Очень Сияют И Очень Красиво То Вот Этот Оттенок Он В нем Как бы Плески Как будто В каком-то Жуе Не Знаю Мне Как бы И Влажная Века Оно Не Напоминает Мне Не Знаю Мне Не Очень Понятно Честно Говоря Особо Я Наверное Порсив Не Буду Хотя Не Пользовать Только Как Один Летом В Жару Не Знаю Не Знаю Не Знаю Если Только Для Этих Целей Так Ну На Этом Я Хочу Завершить Свой Обзор Свочей На Палетку От Худо Бьюти Сказать Что Она Интересно Ну На самом Деле Я Как Такой Знаете Начинающий Человек Который Увлекается Макияжем Буквально Вот Несколько Недель Я Этим Увлеклась Я Уже Конечно Имею Палетку От Пэт Маград Я Вам Маград Гораздо Интересней Палетка Наташи Деноне Гораздо Интересней Ну Мне Худо Досталось Во-первых Сейчас В Эльдеботе На них Скидки Во-вторых Я Применила Достаточно Хороший Купон По Бонусам Которые У меня Там Накопились И Мне Вот Эта Палетка Обошлась Довольно Бюджетно Ну Если Вспомните То Она Мне Обошлась Около Пяти Тысяч Рублей Но На самом Деле Если Учесть Что Здесь 18 Рефилов Я Считаю Что Это Очень Неплохая Цена Но Стоит Ли Она Своих Денег Ну Не Знаю Она Конечно Красивая Сияшки У Него Красивые Но Качество Матовых Оттенков У Него Однозначно Проигрывает Качество Матовых Оттенков Наташи Денона То есть Если Вы Не Очень Умеете Краситься Если Вы Не Очень Можете Позволить Себе Тратить Время На Утренние Макияжи Например На работу То Я Вам Практически Любой Человек Который Вместо Рук Имеет Левые Пятки Такие Как У Меня Потому Что Наташа Это Для Меня Просто Эталон На Сам Деле Там Конечно Надо Выбрать Именно Свою Цветовую Гамму Которая Вам Подойдет Но Ну Вот Худа Она Какая Это Знаете Во Первых Она Какая Розовая Несмотря На То Что Она Говорит О Том Что Она Вроде Как Нюдовая Но Наверное Даже По Сравнению С Другими Ее Палетками Наверное Она Менее Розовая Чем Ее Там Предыдущие Палетки Но Сказать Что Я Впечатлена Нет Не Скажу Сияшки Конечно У нее Красивые Не Симпатичней Качество Матовых У Наташи Лучше Чем У Худы Это Однозначно Ну Наверное С помощью Такой Многообразной Палетки Может Быть Можно Будет Сделать Какие Многообразные Макияжи Хотя Не Знаю Все Они С Каким То Красным Подтоном Розовым Подтоном Поэтому Не Знаю Насколько Это Будет Многообразным А Так Всем Друзья Спасибо За Просмотр Скоро Увидимся